Приветствую вас. Что я вижу для начала? Для начала я вижу, пожалуй, то, что ваш муж манипулятор. Совершенно очевидно, что он вами манипулирует. На момент написания этого ответа, запись этого ответа у вас был еще один комментарий от коллеги. Сразу хочу сказать, что я с коллегой не спорю, я не считаю, что коллега не прав. Просто я так немножко со своей стороны хотел бы кое-что вам сказать. Именно со своей стороны кое-что сказать. Значит, ваш муж, он ведет себя, к сожалению, ваш муж ведет себя как человек, который манипулирует. К сожалению, он ведет себя как манипулятор. Вот, это безусловно не хорошо, это безусловно не здорово, но он ведет себя именно так. Почему? Потому что тот факт, что он уезжает, там, своей маме, да, там, как-то вас называет и так далее, это все, конечно, очень сильно похоже на манипуляцию, очень сильно похоже на манипулирование вами. Здесь мы, конечно, прямо сталкиваемся с тем, например, что есть между вами общего, вообще в отношении, что между вами общего в отношениях, что вас связывает. Вот, мы сталкиваемся с этим вопросом как с одним из основных, потому что это действительно важная тема. Но пока что ваш мужчина ведет себя, к сожалению, именно как манипулятор. Манипулятор это человек, который пытается добиться каких-то вещей, вот, пытается добиться каких-то вещей через свое поведение определенное. В данном случае ваш муж, на мой взгляд, пытается подчинить вас, пытается вас дефицитировать. Для чего? Ну, не знаю, для каких-то своих целей, возможно, для каких-то своих целей. Вот, возможно, и просто из-за своей, например, неуверенности из-за того, что он чего-то боится, там, и так далее. То есть, тут такая история тоже возможна. Вот, это, собственно, первое, что хочется вам сказать. Второй момент, который важно выделить, по моему мнению, это то, с чего все началось. То есть, вот, то, что вы вот пишите, что муж меня не любит и не уважает. Да, ну, вы же понимаете сами, что это случилось не на ровном месте. Что, видимо, были какие-то события, которые предшествовали данной истории. И вот наша задача с вами понять, что это были события, какие это были события, как они отравились на вас и так далее. Это очень важно понять. Вот. Дальше. Вы пишите, что человек вас не любит и не уважает. И что по-вашему такое любовь и уважение? Вот, ну, для начала было бы неплохо, чтобы это формулировали. На чем базируется любовь и уважение? Ну, то есть, вот, вы говорите, браток, он вас не любит и не уважает. Ваш, ну, ваш муж. Ага, вот. А есть ли вас, есть ли за что вас уважать? Ведете ли вы себя так, чтобы вас можно было уважать? Вот, согласитесь, это такой довольно важный вопрос. Если вы ведете себя так, что, ну, что вас можно уважать, это одно дело. Но если вы себя так не ведете, это другой вопрос уже. Вопрос в том, почему вы так себя не ведете. Что здесь важно учесть само образование уважения, так, как вы его видите, так, как вы его понимаете. Что касается любви, здесь история та же самая, за исключение от того, что любить за что-то не могут, да. С любовью тут история такая, либо любят, либо нет. Вот. И важно, наверное, просто понять, что вы конкретно, вы конкретно понимаете под любовью. Вот. Наверное, этот момент является важным. Вот. Что вы понимаете под любовью, и может ли мужчина, ваш мужчина дать вам то, что вы хотите, то, что вы понимаете под любовью. Потому что вполне вероятно, что он вам этого дать просто не может. Вот. Я не говорю о том, что это обязательно так, но я допускаю такой вариант, поэтому тут вот очень важно этот момент определить обязательно. Потому что если он, если он действительно не может дать вам любовь, которую вы, к примеру, хотите получить, вот. То тут уже вопрос о том, а любите ли вы его в таком случае, вот. То есть это тоже очень важный момент, очень важная история. Без которой, наверное, данная ситуация будет неполной. Вот. Дальше идем. Так. Считает истеричкой, толстой и некрасивой. Ну, опять же, опять же, ситуация здесь имеет определенные нюансы. Почему? Потому что вот человек, вы говорите, считает вас истеричкой. Да. Почему он вас считает истеричкой вообще, в принципе? Что могло навести его на мысли о том, что вы истеричка? Сами вы о себе какого мнения? Особенно это важно в контексте того, кто называет вас толстой и некрасивой. То есть, а вы-то как считаете сами? Вы-то сами, вот, что о себе вообще думаете? Вы-то сами, какого мнения о себе? Вы-то сами себя любите? Вы-то сами себя уважаете? Вы-то сами считаете себя, там, хорошей, красивой? И не истеричкой и так далее. Понимаете? То есть, причем здесь вот тот, кто считает муж, да? Какое имеет отношение тот, кто считает муж? Очень важно то, что вы сами о себе думаете. Очень важно то, что вы сами, какие у вас представления о себе. Вот. То есть, если вы толстая и красивая, да? То как бы, ну, это его мнение, а как вы считаете? При сорок часто уезжают к маме. Ну, то есть, избегают от конфликта, да? Пытаются вызвать чувство вины. Вместе три года, общих детей нет. Вы хотите детей? То есть, как бы, для чего вы написали про детей? Что было до трех лет замужества? И при всем этом на развод он не подает. Ну, очевидно, что ему это не выгодно. Очевидно, что он пока что, ну, скажем так, ему выгодно пока быть с вами. Вот. То есть, он не подаст, пока на развод, пока ему хорошо с вами. Он на развод пока не подаст. Вот. Мне больше интересно, почему вы говорите про, ну, про развод. Вот именно вы почему говорите про развод в принципе. То есть, это вот то, что мне, ну, то, что мне кажется важным. То есть, а вы, вот вы, вы считаете, что не нужно подавать на развод? Вот. Вы считаете, что это хорошее отношение? Вы, вы сами бы не хотели, допустим, развода, например. Вот именно вы сами. Как вот в эту, ну, как в эту, всю эту ситуацию воспринимает? Ну. Опять же, поймите правильно, я не пытаюсь вас как-то уговорить, да, или там что-то вам навязать. Нет. Я просто спрашиваю. Вот вы так говорите, типа, он при всем при этом на развод не пытает. А вы, где вас все эти, где вас все этой ситуации? Собственно, вы и находитесь. Ну, вот. Дальше. Я его очень люблю. В чем проявляется ваша любовь? Радует с ним. Очень приятно. Быть очень приятно. Нравится его внешность, голос, запах. Красть таким родным и любимым. Слушайте, ну, здесь вы, на мой взгляд, говорите больше про того человека, который вам нужен. К сожалению. К сожалению. То есть вы здесь говорите в основном про то, кто вам нужен. Про то, кого вы хотите видеть, про то, что вам нужно, не про то, что нужно человеку. Вы говорите здесь про свои потребности. Вы говорите здесь про свои желания. Вы говорите здесь про то, что нужно вам. Они говорят, что это плохо, они говорят, что это так не нужно, но в контексте отношений к человеку, в контексте отношений к человеку, я бы сказал, что лучше вам мыслить и думать в направлении всё-таки именно того, что полезнее для него, того, что нужно ему, ему, а не вам. Понимаете? Какая шпука. Вот. Поэтому вот, когда вы говорите, что это нибудь приятно, приятно вам, когда вы говорите, что он такой родной, вы его видите родным, вы его чувствуете родным. Понимаете? Вот. Вы его таким видите. Но ему, самому ему, что нужно, что нужно, в чём он нуждается, чего он хочет. Понимаете? Вот об этом вы, к сожалению, не говорите. А это достаточно такая важная история, без которой, наверное, данную ситуацию не разрешить. То есть пока, что на данный момент складывается ощущение, что ваш муж, да, он слишком много для вас значит. Тут вот просто, натурально, вот просто слишком много для вас значит, слишком много, ну, завязано на нём у вас. Понимаете? Ох ты. Мне кажется, что вот этот момент нужно скорректировать, в первую очередь. Вот. Дальше. Так. По факту отношения не приносят мне выгоды. Вам и не должны, Елена, если это ваше настоящее имя, приносить отношения выгоды. Отношения, если они строятся на чувствах, они выгоды не приносят. Понимаете? Вот. Как бы, именно, именно отношения выгоды не должны приносить вам. Понимаете? То есть, как бы, здесь вот вся тонкость заключается в том, на самом деле, чего вы хотите. Здесь вся тонкость заключается в том, что вам нужно. Понимаете? В том, что вы хотите сделать для другого. Что вы хотите сделать для него. Вот. Понимаете? Какой момент. Какой момент. Но отношения вам. Прям вот лично вам. Выгоды приносить не должны. Потому что отношения это не, ну, условно говоря, это не расчёт какой-то. Да? Вот. Потому что отношения это как бы чувство. Вот. Поэтому здесь хочется спросить вас, что вы понимаете под выгодой, что вы понимаете под выгодой от отношений. Вот. И, соответственно, что вам, что вам нужно конкретно. Вот. Опять же, если, если отношения вам, как вы говорите, ну, выгоды не приносят, да? Если вот, как вы говорите, отношения не приносят вам выгоды никакой. То для чего вы, ну, вот, как бы, ну, в них находитесь? Зачем вы в них в отношениях тогда? Вот. Ну, в таком случае, я же полагаю, что есть какой-то мотив. Вы надеетесь, что от человека, вероятно, да, что-то получить. Наверное, вы и хотите для себя что-то получить. Вот. Вот. Это то, что, в чём нужно разобраться. Это то, что нужно рассмотреть в обязательной порядке. Вот. А вы пока что, получается, просто перекладываете ответственность на другого. Вот. Наоборот, представляет дискомфортное унижение и обиду. Как действительно решиться на развод и решить его? Слушайте, ну, здесь, на самом деле, опять же, я хотел бы поддержать, наверное, своего коллегу Кудряшева Игоря Леонидовича, вот, по той простой причине, что он прав в том смысле слова, в том смысле слова, он прав, что вы его любите. И в ваших отношениях явно не всё так, ну, не всё так гладко. То есть, не всё так просто. То есть, как бы, вот, желая, условно говоря, развестись, вы просто, ну, как бы, убегаете от отношений. Вы просто бежите от них. Вот. И я не думаю, что бег от отношений вам здесь, ну, вообще, что-то может дать, да? Потому что, ну, вы сбежите от одних отношений. У вас будут сложности и проблемы, соответственно, в отношениях других. Вот. Поэтому, мне кажется, что развод здесь, действительно, ну, не тот вариант, с которым, собственно, подходит. Вот. Гораздо эффективнее будет, если всё таки будет проведён какой-то, какой-никакой анализ, да? Гораздо лучше будет, если будет проведён, если проведён будет анализ, анализ ситуации, ситуации. Вот. Вот. Этот анализ ваших отношений, он, я знаю, приведёт к гармонизации, собственно, ну, собственно, их, собственно, этих самых отношений. Ну, вот. Понимаете? Вот так вот. Я верю. Я верю в то, что вы не можете сейчас, как бы, как бы, ну, развестись с ним. Вот. Я отдаю себе отчёт в том, что вы, ну, что у вас нет ресурсов на это сейчас. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, это ни на что не влияет, на самом деле. Вот. Если вы действительно хотите развестись, то, как бы, вам можно в этом помочь, если это действительно ваше желание. Вот. Но, на мой взгляд, есть проблема в том, что вы человека любите, на мой взгляд, есть проблема в том, что у вас есть какие-то, вот, чувства, ну, как бы, к нему, у вас есть чувства к нему. И, соответственно, если у вас есть к нему чувства, то вам будет тяжело. Вот. Поэтому, на мой взгляд, сперва нужно сделать всё для того, чтобы отношения ваши сохранились. Вот. Для этого необходимо провести работу. В первую очередь, возможно, провести работу именно над собой, да, над своими, ну, над вашими проблемами, которые есть у вас. Вот. И так далее. Это, вот, мне кажется, ну, мне кажется, что это, вот, та самая история, которую, ну, которой нужно, нужно заниматься, на которой нужно обратить, обратить ваше внимание. Самое представление. Вот. А развод, развод, это то, что в крайнем случае, когда нет надежды на спасение отношений. Вот. Это такой момент, ещё один момент, это то, что вас останавливает от развода, то есть, вот, как бы, с одной стороны, есть, совершенно, такое вот, ну, чёткое понимание того, что человек вас не любит и не ценит, да, вот. Вот. И вы почему-то всё равно продолжаете, я так понимаю, хотеть с ним быть. Вот. То есть, ну, вот, здесь, опять же, на мой взгляд, здесь нужно этот момент исследовать. То есть, почему, несмотря на то, что человек вас унижает, вы, условно, всё равно, ну, всё равно не можете решиться на развод. Вот. Что вас останавливает, что вас удерживает от этого и почему для вас будет сложно перейдеть развод. А сложно будет пережить развод, потому что любимый человек видится вам как раз-таки таким вот, ну, любимым и родным. То есть, тем, кто вам нужен. Вот. Вот из-за этого я так подозреваю вам и будет тяжело пережить. Но, любимый и родной человек, ну, как бы, понятие, понятие, понятие любимого и родного человека, на мой взгляд, не нужно впутать с необходимым человеком. Вот. В данном случае, больше кажется, что человек необходим. Необходим именно вам, да, чем вы, как понял, чем вы нужнее человеку. А это, как-никак, как-никак, это уже совсем другая история. Вот. А в целом, в целом, вот так я бы мог вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вы не будете спешить с решением, надеюсь, что вы выберете психолога и проработаете с психологом как минимум над проблемой, что вас беспокоит. Вот. То есть, я надеюсь, что, ну, рубить с плеча вы не будете все-таки. А дальше уже будет более-менее понятно, как и что делать. Если у вас остались вопросы дополнительные, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам успехов, я желаю вам терпения, я желаю вам мудрости, я желаю вам хладнокровия и удачи вам. Всего самого доброго.